Здравствуйте! Сегодня у нас 1 марта 2024 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Первый день весны 2024 года, с чем я вас и поздравляю. Пусть эта весна принесет нам долгожданный мир. Ну а пока мне сообщили такие грустные известия, мне написала подписчица из Харьковской области, то, что у них будет проходить, скорее всего, принудительная эвакуация с детьми. Вот только она мне написала, я, в принципе, не так давно проснулась, и я сразу же решила записать это видео. Она попросила, если есть у меня какая-то возможность найти жилье, может быть, кто-то из моих знакомых будет сдавать в Харькове жилье, потому что там семья с тремя детьми, и чтобы вы... Она мне прям прислала это... Вот, смотрите, в Харьковской области планирует принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел. Видите, да? Что кто-то мне бывает начинает рассказывать то, что... Она говорит, я сама это придумываю. Нет, я не сама это придумываю. Это написала подписчица и прислала мне ссылку на вот эту вот новость. В ближайшее время поднимем вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 сел в Великобрлукской, Ольховатской, Громад. Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Он отметил, что ежедневно эти семьи рискуют жизнями... Ну, в общем, я так поняла, что вообще этих людей же не просто так эвакуируют. Их эвакуируют, им дадут какое-то общежитие. Ну, то есть, какое-то жилье государство, власти им дают, предоставляют. Просто на всякий случай подписчица попросила, чтобы я узнала. Не все селятся там, где им предоставляют власти. Некоторые люди пытаются быть независимыми и расселиться сами. Ну, по-разному бывает. Сложно, конечно, вот так вот со своего родного дома переселиться в общежитие. Я думаю, это все понимают. Еще с тремя детьми, когда, допустим, ребенок грудной, ну, это не каждому под силу. Ночью я, в общем, буду держать вас в курсе событий. Если это все случится, я пока что поузнаю насчет жилья. Если все случится, я вам расскажу. Но это все планируется вот в планах, потому что идут боевые действия в Харьковской области. Ночью у нас такое вообще происходило. Я проснулась от того, что мне светит. Вот представьте, что темнота, да, ночь. Кто это проснулся? Кто проснулся, Амирашка? Привет! Кто проснулся? Ну, иди сюда. Ты Манечку пустил, да? Иди сюда. Иди. Я думал, Миша, Маню сюда пускать. Почему, Миша? Ну, нужно. Скажешь всем привет? Я думал, Миша. Другой махнатый, лохматый. Скажи всем привет. Ой, Зевулькин. Мам, меня, его видите, покажете. Хорошо, я покажу его. Хорошо, хорошо. В общем, я проснулась от того, что мне в полной темноте, вот как будто огромным прожектором светят вот так вот в окно, в лицо. В общем, я добавлю эти кадры в конце видео. Но я проснулась и не могла понять, что уже происходит, откуда этот цвет вот огромного прожектора в темноте ночью прямо нам в окно. Да, честно говоря, знаете, учитывая обстановку, уже не знаю, что думать, что-то летит или что это вообще. Оказалось, что это была луна. Луна летит. Она не летит, но она настолько ярко светила, и причем я не могла спать. Вот не могла спать, уснуть мне уже было очень сложно, потом под утро я все-таки уснула. Ну, в общем, вот так вот. А еще у нас сегодня в Полтавской области было землетрясение 3,6 балла по шкале Рихтера магнитудой. В общем, что-то там в Полтавской области в последнее время какие-то землетрясения. Честно говоря, меня вызывает это очень много вопросов. И странно это все, что творится. Вообще с землетрясениями вот в этом году, в прошлом, в этом, в 2023-2024 выдалось очень странное по всему миру. Я, конечно, понимаю, что это все объяснимо с научной точки зрения, почему, что, да, как, но все же, мне кажется, это все не просто так. Войны, землетрясения. Амирана, ты приехал на машине? Да? Я неимоверно рада тому, что сегодня первый день весны. Очень многие зрители меня поздравили, написали мне на разные мысленджеры. Поздравления. Ну, вот такое вот у нас утро. Амирана очень сильно не хватает общения, некуда девать энергию. Амиран, в понедельник мы уже пойдем в садик, не переживай. Так что мне немного сейчас сбилось с того, что хотела вам рассказать. А, в общем, еще раз всех поздравляю с первым днем весны. Всем огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши подписки. Кто еще не подписался, подпишитесь на канал, мне будет приятно. Поздравьте меня с первым днем весны. Пытаюсь находить какие-то положительные моменты. Простите. Какие-то положительные моменты в каждом дне. В каждом нашем дне, несмотря на все то происходящее, есть что-то положительное. Даже вот то, что сегодня весна, и как-то, знаете, вот ассоциация с цветами, с зеленью, с тем, что прилетают птицы, с тем, что... Кстати, Ромас недавно видел, как летят журавли, стая журавлей, и он не успел это заснять на видео. То есть они вернулись... Что, 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 я уже бегу, сейчас бегу. Я голодный. Ведь ты голодный, все, а мама видео снимает. Все, мама идет варить кашу. Друзья, а что? Кашу. Или творог, или каша? Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что сегодня заканчивается миром. Субтитры сделал DimaTorzok